В этом году весенняя пассивная кампания на территории области стартует своевременно. Работам не помешают и последствия паводков. Об этом сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Кенеш Алимжанов во время отчета перед представителями средств массовой информации. На качество урожая пшеницы в прошлом году негативно повлияли погодные условия. Труды фермеров оказались в воде. По словам Кенеша Алимжанова, в этом году ситуация не повторится. Поводов для беспокойства нет. Запасено достаточное количество семян хорошего качества. Полей, затопленных в результате паводка, на территории области нет. Однако кое-где были повреждены ведущие к ним дороги. По словам руководителя управления, до начала весенней пассивной кампании эти участки приведут в порядок. Таких фактов у нас нет, чтобы она под водой осталась тысячами гектаров. Все условия уже имеются. Здесь с ХТП подготовились. Никаких преград для проведения этого нет. Еще раз повторяюсь, только там, где у нас дорожное полотно нужно восстановить, их надо быстро восстановить в кратчайшие сроки для доступа техники. Это 100%. Это гарантия. Обеспечение сельхозтоваропроизводителей семенами – одна из актуальных проблем. В этом году местным аграриям необходимо около 537 тысяч тонн семян. С начала года для этих целей у тестованных субъектов семеноводства области и других регионов Казахстана, Российской Федерации и европейских стран было закуплено порядка 30 тысяч тонн семян. Дополнительно около 10 тысяч пассивных единиц семян-гибридов первого поколения. Сельхозтоваропроизводители продолжают работу по обновлению семенного материала. У нас на сегодняшний день работает дорожная карта, разработанная Министерством сельского хозяйства, доведенная до нашей области. Мы, соответственно, дорожную карту разработали и довели ее до районов. Для исполнения всех этих индикаторов необходимы дополнительные средства. Почему? Потому что объемы по внесению минеральных удобрений увеличены. Значит, качество семенного материала должно соответствовать. А в связи с тем, что сельхозтоваропроизводители будут выполнять, так скажем, покупать, так скажем, для своих нужд эти необходимые минеральные удобрения в том числе, это же субсидируется все. С учетом этих расчетов нам необходимо 73 миллиарда дополнительных денег. Мы заявились, поэтому как только эти деньги придут, по мере поступления заявок обратно же, они будут выплачиваться. По итогам прошлого года сельхозтоваропроизводителями региона закуплено около 2200 единиц техники на сумму более 70 миллиардов тенге. Таким образом, сельхозтехника обновлена на 5,5%. За три месяца текущего года приобретено еще 248 единиц техники на сумму 8,8 миллиарда тенге. Вкратце остановившись на животноводстве, Кенеш Альмжанов подтвердил факт гибели скота в Буланданском районе по причине паводка. Также отметил, что убытки пострадавшим владельцам будут возмещены в полном размере.